Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях человек, который обожает струнные музыкальные инструменты – Ярослав Рязанец. Привет, Ярослав! Здравствуйте! На каких музыкальных инструментах ты играешь? Ну, основной мой музыкальный инструмент, если можно так выразиться, для человека, который умеет на нем играть в основном аккордами и совсем немножечко мелодии – это гитара, как инструмент, который подходит к темпу человеческого голоса и позволяет эффективно делать аккомпанемент к песням, которые я пишу. Для души и для исполнения каких-то более сложных мелодий у меня есть, например, китайский «Гуджен», есть попытки осваивать японскую флейту «Щинобое». Расскажи, ты вообще увлекаешься музыкой с детства, с самого? Нет. Может быть, есть какой-то конкретный момент, который повлиял на тебя, и ты решил заняться музыкой серьезно? Есть. С детства у меня был только опыт написания собственной первой песни в три года, которую я играю на открытых струнах советской гитары. То есть, просто тренькаю по струнам, на которых не зажимаю ничего и напеваю там совершенно бессвязный текст, ни в рифму, ни во что. Это был совершенно экспериментальный опыт, скажем так. А потом в нашей немузыкальной семье внезапно откуда-то появилась песня группы «Флёршен Капрят». Она тогда была достаточно популярна, и вот каким-то образом она попала к моей матери. Ну и всё. Песня понравилась. Песня заинтересовала, начал слушать эту группу дальше. Второй песней была «Шиповник». Втянулся. Тогда вышло штормовое предупреждение как раз. Втянулся дальше. А потом была авторская песня. Потом было знакомство с русским уроком. Потом было знакомство с зарубежным уроком. И понеслось, понеслось, понеслось. Ты упомянул, что ты пишешь песни. В каком жанре ты пишешь? О чём, может быть? Бард-рок. Бард-рок. Простой аккомпанемент. Простой абсолютно вокал. Непритязательный совершенно. И какие-то разные около-грустные, около-философские темы. Может быть, пару строчек из какой-нибудь своей последней песни. Синяя, так и я. Юрта для вечных мыслей. Где мой рассвет сойдёт? В чём суть огромной жизни? Синяя. Как-то так. Если петь аккомпелло. Ты сегодня к нам пришёл не с гитарой, а тоже со струнным инструментом. Достаточно необычным. Расскажи про него. Ну, это китайский традиционный музыкальный инструмент гуджэн. Он, как вот тут уже сравнили его, родственен чем-то европейской арфе, а так это класс цитр. Так что, скорее, он остренен гуслем. Только его струны разделены на два интервала. На одном из них исполняется музыка. Он настроен этот интервал в пентатонику ре, если говорить о гуджэне. А на другом исполняется приём вибратора на повышение. То есть, на струну нажимают, и её высота звучания повышается. В чём заключается техника игры на гуджэне? Сложно ли вообще научиться играть? Потому что, мне кажется, в Рязани достаточно нелегко будет найти преподавателя, который сможет научить играть на гуджэне. Я скажу так. Вам будет, в принципе, достаточно сложно найти преподавателя, который сможет вас научить игрой на гуджэне, потому что на этот инструмент нет учебников даже на английском языке. Все они на китайском. То есть, это надо либо идти в какой-то китайский центр, возможно, смогут помочь в РГУ в соответствующем центре востоковедения. По-моему, он там есть, но это не точно. Соответственно, а так только какое-то самообучение, саморазвитие, что будет достаточно просто, поскольку у инструмента повторяется следующий звукоят. Ре, ми, фа диез, ля, си. И далее там ре, ми, фа диез, ну и так далее до бесконечности. У инструмента 21 струна. Расскажи, как давно ты играешь на гуджэне, и как вообще у тебя процесс обучения проходил? Совсем недавно я на нем играю на гуджэне, потому что, скажем так, приобрести данный инструмент до определенного времени было, конечно же, возможно, через китайские площадки. Однако, что придет, вопрос хороший. Очень многие продавцы не указывают даже длину струны на инструменте, си.ч.минзуру. И с материалом изготовления тоже возникают вопросы. Но в Рязани не так давно открылась китайская чайная, владелец которой привез к себе этот инструмент в чайную и установил туда. А я туда попал, в это место. И вот когда я туда попал, еще с одним человеком, этот человек тоже немножечко поначалу увлекся инструментом, у него процесс освоения пошел куда поувереннее, у него абсолютный слух. А я сидел и балдел. Потом попробовал сам, написал даже стихотворение по поводу своего первого опыта игры. «Играя на гуджэне» оно называется. И стал думать, как бы мне самому заполучить такой инструмент себе в пользование и, соответственно, научиться на нем играть. И приобрел, в конце концов. Какого жанра композиции можно на нем исполнять? Ну, во-первых, традиционную китайскую музыку через пентатонику или желательнее через традиционные китайские звукоеды. Потому что настройка там, насколько я понимаю, все-таки немножечко отличается. Ну, или, в принципе, любые импровизации в рамках пентатоники. Есть у меня большое предозрение, что если поиграться со строем инструмента, то можно его подстроить под нечто напоминающее строй гусли. И тогда мы получим гусли с вибрато. Уже пробовал писать песни на гуджэне? Писать песни на гуджэне достаточно сложно, поскольку не все, если говорить об аккомпанементе, об аккордах, не все аккорды технически возможно на нем сыграть. То есть, допустим, вот опять же, пойдем по ре, си и всему такому. Си минор можно, ре мажор можно. Окей. Дальше возьмем наиболее традиционную последовательность золотой каденции, которая в бардовской песне используется. Си минор, ми минор, фа диез септ, си минор. Снова вот такую вот простейшую вещь. Ми минор. Опа! Нота соль мажор. А ее здесь нету. Можно получить, сделав вибрацию на фа диез на полутона. Но фа диез, а там аж две ноты. Ля диез и до диез. Если ля диез можно сделать еще, опять же, вибрацию на полутона, то до диез, это на струне си нужно повысить ее в высоту на полутора тона. Это придется вдавливать чуть ли не до деки струну. Поэтому аккордами играть достаточно сложно. А что касается нотной сольной партии, то в одной-двух песнях она уже присутствует, записанных мной в домашних условиях, так сказать. То есть, соответственно, для гуджена нужны какие-то особенные ноты, да? Можно и так, и так. То есть, опять же, у гуслей тоже, насколько я знаю, аккордовый ассортимент ограничен количеством струн, тем какой строй выбран, но какие-то аккорды можно играть параллельно с украшательством, нотами. Люди вообще, когда узнают то, что ты играешь на гуджене, как реагируют? Какие вопросы задают? Хороший вопрос. Пока что это знают немногие люди. Некоторые, когда узнают о том, что у меня этот инструмент есть, просят, чтобы его принесли к ним на какие-то творческие сходки. И этот инструмент там, соответственно, появляется и звучит такой гудженный бок музыкальный. Либо реагируют примерно никак. Ну, те, кому ни китайская музыка, ни, наверное, в принципе, никакая другая, неинтересная, но такие люди тоже есть. Что ж, имеют право на существование. Ты вообще увлекаешься китайской культурой, да? Нет, больше японской. А в Японии есть аналогичный этому инструменту музыкальный инструмент. Отличие в том, что он, пожалуй, больше сохранился. Китайская легенда об этом инструменте говорит о том, что вначале у него было, если мне не изменяет память, 25 струн, это была 25-струнная цито. Затем ее не поделили между собой, и расконули ее на два инструмента с 12 и 13 струнами. Исторически гуджены имели 13 струн. Потом их число увеличили до 21, современные концертные варианты могут иметь 26 струн. То есть еще дополнительную пентатонику. А японский кота или като зависит от того, где именно ударение. Почему-то я его нигде не встречал, как правильно его ставить. А с вочленением длинной моря у меня, к сожалению, пока что на данный момент проблемы. И вот этот инструмент, кота, давайте будем его условно называть, он сохранил, во-первых, свои традиционные шумковые струны. На данном инструменте струны очень специфические металлические с нейроновой оплеткой. И также на нем 13 струн. Ну и, соответственно, чуть отличается пентатоника. Она у него ре, ми бемоль, соль, ля, ля и си бемоль. И вот как бы, но вы же сами понимаете, насколько можно сейчас приобрести инструмент из Японии. А если даже он ко мне каким-то чудом попадет, минуя все кордоны, то где же я буду синтетические струны для него закупать из Титрона? Каждый раз чесать голову доставит, не доставит и к какому посреднику обращаться? Поэтому вот так вот и появился Гуджен, который можно перенастраивать в строй того же кота. И получается почти то же самое. Ну, заменитель, но вынужденный. Ты рассказывал, что у тебя немузыкальная семья, то есть ты был первым, кто начал увлекаться музыкой и, соответственно, играть сначала на гитаре, потом на Гуджене. Может быть, ситуация после этого как-то изменилась, и твои родители тоже поклонники твоего творчества музыкального? Нет. И вообще это не совсем верно. Я был не первым. Мои родители очень хорошо умели играть на музыкальных инструментах, просто потом это дело забросили. И когда я сказал про немузыкальную семью, я имел в виду только то, что в моем детстве особенно музыки не было, если не считать дешевые аудиокассеты с синтезаторными переделками классической музыки. Ну и давай в завершение нашей беседы ты что-нибудь нам сыграешь на Гуджене, чтобы я и телезрители смогли проникнуться уникальностью и изысканностью. Гуджене. 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 Играет музыка Это, конечно, восхитительно, Ярослав. Звучание очень необычного инструмента. Спасибо тебе большое за интересную беседу и что пришел к нам сегодня. Вам спасибо. В эфире была программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин